адмирал маркетс фредерик даниэль приветствую уважаемые трейдеры apple google microsoft одна из этих компаний ближайшее время будет стоить 1 триллион долларов скорее всего это случится именно в этом году в этом видео сильные и слабые стороны риски и перспективы на данный момент тим кук лидер гонки к триллиону акции apple как никогда близки к этой отметке за 2017 год apple подорожала на 50 процентов акции microsoft и google на 35 процентов каждая все три компании входят в индекс dow jones и s&p 500 за 2017 год доу подорожал примерно 20 процентов s&p 500 на 18 процентов вспомним 2017 год apple основной рост акций пришелся на осень 2017 года когда вышли две последние модели iphone 8 и iphone 10 модели не стали революционными но зачастую для роста акций важна не революционность а рост продаж а еще лучше стабильный денежный поток еще до выхода последних моделей apple увеличила продажи 45 миллиардов во втором квартале до 52 в третьем а вот чистая прибыль увеличилась на 2 миллиарда долларов гугл больше всего акции росли весной в апреле и в мае тогда акции увеличились с 800 долларов до 1000 причина хорошая квартальная отчетность на чем угол зарабатывает больше всего на самом деле с гуглом все довольно скучно google это олигополе если не знаете что это загуглить что касается отчетности хорошие результаты компания показывает не первый год к примеру за последние пять лет рост чистой прибыли составил 5 миллиардов долларов это много microsoft и снова рост осенью причем без презентации смартфонов если спросить у билла гейтса на чем ты зарабатываешь ответ будет прост windows и офис причем уже два десятилетия ответ не меняется компания продает в год на 100 миллиардов долларов из них 25 миллиардов чистая прибыль то есть рентабельность бизнес составляет 25 процентов если описать бизнес microsoft одним словом то это слово стабильность если двумя монополия стабильность 2018 год apple если говорить о перспективах мы не знаем выйдет ли в этом году 9 модель или 11 модель в целом успех восемнадцатого года это успех 10 модели стратегия уоррена баффета не покупать акции компаний продукции которых ему не знакома так что будьте как баффет если вам нравится десятая модель вы можете встать в лонг если не нравится шорт не нравится такая простота изучайте квартальная отчетность и особенно соотношение цены к прибыли сейчас этот коэффициент равен примерно 18 что это значит это значит что бизнес окупается за 18 лет причем аналитики прогнозируют рост прибыли восемнадцатом году то есть окупаемость может быть еще ниже до 14 лет это намного лучше чем у большинства компаний входящих dow jones microsoft перспективы не стоит чинить то что и так хорошо работает особенно если это работает как microsoft для успеха и достаточно оставаться такой же эффективной компании с высокой рентабельностью и роя трудно себе представить 2018 год без windows и без офис google отличие от microsoft и apple во главе компании все еще стоят основатели page и bring является для преимуществом сказать сложно но тесла не была бы теслой если бы не илон маск резюме если вы верите в хай-тек круто предпосылки для роста есть вопрос когда покупать последние полгода акции постоянно обновляли исторические максимумы покупка акций любой из этих трех компаний была бы покупкой по самой дорогой цене считаете что компания останутся такими же эффективными и продолжит рост наверное стоит дождаться коррекции и войти по более приемлемой цене но вернемся главному вопросу так кто же станет первой компании на триллион ответ однозначен никто не знает а что думаете вы пишите в комментариях подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик предлагайте темы для следующих видео адмирал маркетс фредерик даниэль удачи на рынок